Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist И наверняка большинство из вас знает То, что в игре Escape from Tarkov Есть так называемые торговцы Это специально введенные в игру персонажи У каждого из которых есть Кличка, есть имя, фамилия, отчество Есть краткое описание, а также Фотография. Они нужны в игре Для того, чтобы вы могли что-нибудь им продать Из того, что нашли, обменяться Или купить, наоборот И когда ты задаешь себе вопрос А что это за люди, присутствующие на фотографиях То сразу же возникает Такой, ну, вполне логичный ответ, что Ну, наверное, пригласили каких-нибудь актеров Там нарядили, их сфотографировали И теперь у каждого из персонажей есть собственное лицо Но, ребята, еще полгода назад Группа ВКонтакте Tarkov Game Провела собственное расследование В котором они разобрались Что это за люди на данных фотографиях И по результатам Этого расследования Возникают очень большие сомнения В том, что вот эти вот люди Которые здесь присутствуют, они вообще в курсе О том, что их лица присутствуют в игре Сейчас мы с вами разберемся Что это за персонажи Да, как их зовут в реале И кем они являются Итак, первый у нас Прапор Это Романенко Павел Егорович Кстати, довольно странно даже выглядит то, что Ну, погоны-то у него не прапорские Тут плохо видно То есть это либо Как бы Старлей, либо Полкан Ну, потому что три звезды Как бы там так сходу не скажешь У прапора Погоны совершенно другие И оказывается то, что это Реальный человек Которого зовут Иван Петрович Поправка Да, смешная фамилия Он полковник милиции в отставке Председатель общественной организации Ветерана органов внутренних дел Города Новый Уренгой Родился там 14 июля 55 года И здесь его полная Ну, как краткая, да Точнее, биография Неполная Я, ребята, очень сильно сомневаюсь То, что он давал разрешение Использовать его фотографию В качестве персонажа Под именем Прапор В игре Escape from Tarkov Ну, возможно, я ошибаюсь Может быть, действительно там Какой-нибудь знакомый, да Ну, чисто по приколу Так решил сделать Может быть Хорошо, идем дальше Следующий персонаж у нас Терапевт Хабибулина Эльвира Зовут ее в рамках игры Хорошо Оказалось, то, что это у нас Реально существующая Женщина, да, врач Калмыкова Ольга Григорьевна Которая является врачом-терапевтом Зав терапевтическим отделением Первой поликлиники Да Новоуренгойльской, опять-таки Центральной городской больницы Окончила Воронежский государственный Медицинский институт Да, там, ну и плюс Тут, говорю, дальше ее, опять-таки Краткая биография Ну, возможно, и она, да Дала разрешение Только непонятно одно Ну, неужели, если уж, да Как бы она согласилась Ну, нельзя было сделать Специально отдельную фотографию Для этого, да Ну, как бы приехал бы человек Из Battle States Фотографировал бы на свой фотоаппарат Но мы видим то, что фотографии Используются именно те Которые на ресурсах На официальных лежат Где рассказывается про этих людей То есть, это фотографии в игре Не те Не созданные специально Это те же самые, как вы видите По сути, да То есть, просто взяли и там Ну, добавили контраст Переделали фон Это в фотошопе делается элементарно Даже я могу это сделать Это несложно Хорошо Дальше у нас есть персонаж Барыга Косилев Александр Федорович В рамках игры его зовут Теперь давайте посмотрим Кто это такой А это у нас, ребята Дмитрий Сухарев Учредитель клуба КВС Пилот Да Тут есть еще про него информация Вот Ленингдарный пилот Дмитрий Сухарев Возможно еще вернется в Сургут Развивать местную малую авиацию Это действительно интересный товарищ Я про него тут почитал Такой Ну Я всегда Большое уважение испытывал к пилотам В детстве мечтал стать Но меня укачивает Поэтому Не срослось Вот Так что Что-то тоже, ребят Вот сильно сомневаюсь То, что он давал разрешение Опять-таки Хорошо, если он давал разрешение Почему была использована Вот эта вот фотография Смотрите Ну это она То есть неужели нельзя было Специально отдельно сфотографироваться Если бы он действительно дал добро Что да, используйте мою фотку в игре Ну и последний персонаж Да, который есть Это у нас Скупщик Настоящее имя неизвестно Типа такой В тени Оказалось, что и Этот человек есть Это Диджей Гиани Парадисо Или я, может быть, неправильно прочитал Который там Ну пишет какие-то треки свои Здесь, правда, фотография не самая удачная Но если вы загуглите Диана Парадиса То, поверьте мне, вы найдете Фотографии Ну точно такие же, как здесь То есть Итого Мы имеем То есть именно такую Мы имеем, ребята, ситуацию Просто мне нужна была Ссылка на реальный ресурс То есть, чтобы Вы видите Это iTunes Ёлы-палы Где его альбом Продается, собственно говоря То есть Мы имеем ситуацию То, что у нас в игре С Кейпром Тарков Есть четыре персонажа И По результатам Проведенного Расследования Группой Тарков Гейм Сразу как-то вот Возникает мысль То, что почему-то Эти люди Скорее всего Не знают о том Что их лица Используются в игре Если Я не утверждаю Это Ну Просто так Почему-то так вот Кажется Очень сильно кажется На самом деле Как бы Если дело такое Происходило бы Например в Америке Ну или там В европейских странах Это сразу Иск в суд То есть И можно было бы Отсудить Ну там Очень много Потому что это Ну даже Можно в принципе Приплести удар по репутации Это вот врач Да Вот женщина Да Где она Господи Тут она Там в рамках игры Она там Торгует фармой Я не знаю Там из-под пола И так далее Здесь это заведующая Поликлиникой Да То есть отделением Терапевтическим вернее То есть Тут Это у нас барыга А здесь Это человек Пилот Да Который там Устраивает Шоу Там На самолетах То есть Ну как бы Вообще Ну в России Я думаю Вряд ли Говорю Эти люди Они скорее всего Даже и не знают О том Что вот Их лица Используют Там где-то Мне так почему-то Так кажется Возможно Я ошибаюсь Но Мало В это почему-то Верится Вот такой вот Забавный случай Надеюсь Что вам было интересно Не забудьте Поставить большой палец Вверх Если это так Не забудьте подписаться На канал Вот Можете Самостоятельно Если есть желание Еще говорю Покопаться Поискать этих людей Может быть Они где-то в соцсетях Есть Может быть Стоит им скинуть Данную информацию О том Что вот такая вот Но это Ребята Это просто некрасиво Вот реально Использовать Что-то лицо В игре Да Вот так вот Без разрешения Это какой-то Вообще Лютый зашквар Вот как по мне Ну возможно Еще раз говорю Может быть Это мои параноидальные Просто какие-то Мысли Да И на самом деле Все не так Но Сами решайте В общем Дело ваше Всем до скорого И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok